Вы слушаете «Радио России» Ульяновская. Ваше поздравление. 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 Актуальное интервью Добрый вечер всем, кто нас слушает. У микрофона Алексей Сорокин. Киноиндустрия в городе молниеносно развивается. Тому пример – многочисленные фестивали короткометражного и авторского кино. Снимаются в нашем городе фильмы и сериалы, что тоже благотворно влияет на отрасль в целом. Но самое главное – в Ульяновске появляются молодые режиссеры, сценаристы, операторы. И все они хотят снимать хорошие и качественные фильмы. Молодежное киносообщество города сегодня. Такую тему выбрали мы для разговора с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры философии и культурологии Ульяновского государственного педагогического университета Мариной Моисеевой, известный также по творческим псевдонимам Алиса Лист. Все мы смотрим фильмы. И все мы, когда сидим перед экраном ноутбука, перед телевизором, в кинотеатре, мы же все комментируем, мы же все чувствуем себя специалистами, говорим, ну вот, Тарантино, ну что ты как снял в этот раз фильм, да? Или там комментируем еще чей-то творческий проект. Мне кажется, современные люди считают, что они знают, как снимать кино, что это за процесс, и почти все считают себя специалистами в этой области. А вот тех, кто непосредственно переходит от интереса к этой теме, к самим съемкам, кто берет камеру, кто перед этим пишет сценарики, кто продумывает свет и готов гаффером работать и расставлять свет, кто готов быть художником-постановщиком на проекте. Мне кажется, это уже другой уровень людей, которые от слов переходят к делу, к тому, чтобы снимать фильмы. И таких людей тоже достаточно много у Леновски. Я задумывалась над тем вообще, как люди приходят и почему приходят непосредственно к съемкам. Для себя пыталась ответить на вопрос, кто приходит. Поняла такую вещь, что в основном это те, кто является профессионалами. А когда вот анализировала те проекты, которые у нас у Леновски реализуются ребятами, очень много выпускников специальности актерское искусство. Им хочется играть, им хочется снимать. Кто-то по выпуску понимает, что он тяготеет больше к режиссуре, чем к актерской игре. И вот такие вот ребята снимают фильмы. Потом вот кроме этих ребят достаточно много людей сферы высшего образования, среднего специального образования, у кого есть интересные эпизоды из жизни, случаи из жизни. И такие люди тоже хотят снимать, но скорее идут от сценаристики. То есть человек придумал историю, организовал личный проект и его реализует. Еще, мне кажется, есть люди, которые увлечены техникой, кто, может быть, начинал с видеоклипов, видеороликов, с фотографий, кто достигает определенного уровня, когда уже хочется не просто ходить с фотоаппаратом и снимать что-то красивое, а хочется рассказать зрителям свою историю. Вот эти вот люди очень часто именно технических специальностей. Очень много компьютерщиков, физиков, математиков, которые сначала начинают разбираться в технике, в программах, а потом приходят, собственно, вот к съемке. И еще есть, конечно, работники культуры, для кого это профессия, кто организует мастер-классы, сообщество людей, связанных с кино, формирует. И это уже тоже профессиональный подход. Наверняка вы помните знаменитую фразу Ленина, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Я обошла от современных антропологов, от современных культурологов, которые говорят о том, что за историю человечества разные виды искусства становились центральными и помогали выразить именно восприятие своего времени, передать, как воспринимается это время. И вот сегодня, мне кажется, действительно, мы можем говорить о клипоцентризме, наверное. Почему клипоцентризме, а не кинематографе в центре? Мне кажется, потому что есть вообще сейчас очень много интересных тенденций в культуре, связанных с восприятием времени, связанных с тем, чем заполняет человек свое время. Вот в современной культуре происходит интересная такая вещь, что на самом деле, как мне кажется, ну что такое время? Время – это события, которые мы помним, события, которые происходят с нами в течение дня, недели, месяца, года. И современный человек сталкивается, ну, с огромным просто количеством событий. Мы заходим просто в социальную сеть на секундочку посмотреть и встречаем там тут же множество сообщений от друзей, знакомых, от незнакомых людей. Видим информацию о мастер-классах, видим информацию о каких-то там режиссерах, о событиях политических, которые произошли. И для современного человека жизнь набирает просто бешеный какой-то темп. Действительно, время это ускорилось очень сильно. Что происходит вообще с искусством, которое мы смотрим, на которое обращаем внимание, с фильмами? Когда только начинался кинематограф его развития, и когда развились технологии, очень много было многосерийных фильмов, очень много было фильмов со спокойным течением времени. А сейчас все больше снимается короткометражек, все больше появляется конкурсов короткометражного кино. Сейчас все больше сериалов переходит на формат от полутора часов, как в начале, потом к часу, потом 45 минут. И сейчас те же Netflix, например, снимают сериалы вообще по 15 минут. Или, скажем, корейские дорамы, которые сейчас очень любят ребята смотреть, тоже они совсем короткие становятся серии. И вот это вот особое восприятие времени, оно диктует то, какой вид искусства становится в центре. Это вот небольшие истории в соцсетях, если говорить о литературе. И если говорить о фильмах, то вот эти вот короткие серии сериалов или короткометражное кино. Мне кажется, вот такое кино сейчас оказывается в центре внимания. То есть я соглашусь, что да, кино в центре, но сейчас кино становится немножечко другим. И востребованные фильмы становятся немножечко другими, не такими даже, как, может быть, лет 15 назад, 20 назад. Меняется сама парадигма мышления, сама парадигма восприятия реальности другой становится, на мой взгляд. Ну вот, Алиса, интересный разговор о времени. А вот у нас в Ульяновске снимают ли такое кино, которое отражает современное время, современный мир? Ну вот, если говорить о том, о чем сейчас снимают молодежь фильмы, то, мне кажется, как раз снимают о своей жизни и о том, что происходит с ними сейчас. Если говорить о школьниках и студентах, скажем, первого курса, вот буквально прошлый, позапрошлый год была увлеченность буктрейлерами. Читает человек классику, да, и хочется дать свою интерпретацию, но опять же очень коротенькую, вот то, о чем я говорила. То есть не снять полнометражный фильм, там, на полтора часа, а снять буктрейлер, где по-своему показать классическую историю. Ну вот, например, у нас снимали из буктрейлеров, из того, что я помню, Матвей быстрее снимал «Преступление и наказание». Небольшой фрагмент, который тому, кто посмотрит эту короткометражку, дает возможность заинтересоваться Достоевским, и потом пойти и прочитать уже книгу целиком. Марина Идрисова из педуниверситета, вот она в этом году закончила обучение. Чучело тоже буктрейлер. То есть вот люди возвращаются к тем историям и сюжетам, которые уже были, но дают их краткую и современную интерпретацию. Потом ребята снимают на те события, которые вот с ними происходят, а то, что их интересует. Вот тот же, кстати, Матвей быстрее, про которого я говорила, снимал очень интересную работу «Зарядник», о мальчике, который весь свой день заполняет гаджетами. То есть он просыпается с телефоном, весь день ходит с телефоном, и, в общем-то, к чему это приводит. Достаточно забавная короткометражка такая «Зарядник». Руслан Махмуд Ахунов снимал «Breaking News», тоже интересную короткометражку, о том, что с отношениями сейчас происходит у людей. Как люди строят отношения, на что обращают внимание, вообще, что чувствуют друг другу. Мне кажется, тоже достаточно сильный фильм у него получился. Руслан еще очень хороший фотограф, и он умеет, помимо глубокой истории, именно сюжета, показать вообще эстетику своего города. И вот, кстати, тоже интересный момент, за что я люблю вот ребят, снимающих в Ульяновске, за то, что смотришь их фильмы и узнаешь, «А, так вот это же вот здесь находится, рядом со старым вокзалом, а это ведь самый центр около мемориала, а вот это вот рядом с Краеведческим музеем». И мне кажется, очень здорово, когда помимо сюжета еще видишь родной город, это очень отвлекается, и еще очень приятно, когда видишь в качестве актеров, знакомых людей. Это тоже какой-то дополнительный интерес вызывает. Но это, кстати, вот то, что во многом, мне кажется, еще связано с феноменом якутского кино. Почему у них такие хорошие продажи и востребованность? Потому что люди приходят посмотреть в кинотеатры, фильмы снятые именно в своем регионе, и готовы посещением этих фильмов поддержать своего производителя. Мне кажется, вот для нас сейчас тоже очень важный момент. развивать своего зрителя, который будет ориентирован не только на зарубежное кино, а который будет готов прийти на фильмы наших ульяновских режиссеров. И тоже будет интересно посмотреть эти фильмы. А вот еще, если про работы, на какие темы они снимаются, мне кажется, еще выбор темы зависит от интересов сценариста и режиссера. У нас очень интересная работа, например, снимает Саша Четверкин. У него была очень яркая сказка «Восьмые врата сновидения». И ему это самому интересно. Он художник, он рисует вот эти вот странные пейзажи, даже в стилистике Ашера, когда пространство перетекает в какое-то другое время измерения, пространство измерения. И вот он как раз при помощи графики, при помощи интересной работы с ракурсами, с камерой, как раз и дает новое какое-то восприятие реальности. Мы вот с Сашей, потом еще вот с Русланом Ахмутахуновым, с Аленой Мартыненко, как с операторами, сейчас работаем над проектом как раз сериала в Ульяновске, снимаем в Ульяновске сериал, довольно сложная вещь. Но вот увлеклись идеей как раз именно сюжета, который для нас важен. Сериал будет называться «Когда не станет солнце», про девочку, которая оказывается в фантастическом мире. И если сначала для зрителя может показаться, что это развлечение для нее, приключение, она попадает в странную зону, территорию, где с ней происходят странные события, странные здания, заброшенные персонажи непонятные. Но потом вот для нас, как для команды, вот как раз важно показать, что эта девочка через фантазии свои приходит к новому восприятию реальности, своих родных, она учится любить друзей, она учится дружить с людьми. И поэтому, мне кажется, вот творческий проект выражает сферу интересов и режиссера, и сценариста во многом тоже. Если говорить, например, о других проектах, у нас сейчас очень много мальчишек снимают криминальные драмы. И это их внутренний запрос, им это нравится. Вот Артем Колпаков снимал «Кладоискателя». Такая история там с поисками клада, с бандитами, которые охотятся за мальчишками. Сейчас вот у Юрия Топчаяна, который в том числе в «Кладоискателе» участвовал, у Саши Четверкина, сейчас они запускают совсем новый проект, но опять же криминальную драму. То есть им нравится снимать динамичные сюжеты с перестрелками, с загадками, с тайнами. Поэтому, мне кажется, то, на какую тему снимает человек, зависит не от того, где он живет, в провинции, в столице. Это зависит от внутренней потребности и от интересов, которые есть у человека. Потому что в плане обучения, в плане получения знаний вообще по своей профессии, по тому, чем ты занимаешься, сейчас огромные возможности у людей. То есть можно действительно получать информацию в интернете, можно поступать, учиться профессионально. И это действительно то, что сейчас доступно. То есть снимать кино и знать, как это делается, этому можно научиться абсолютно в любой точке земного шара. Был бы интернет. Что нужно для того, чтобы снять ульяновский фильм? Как мне кажется, съемка фильма всегда упирается в бюджет. Где ребята берут деньги на то, чтобы воплотить в жизнь свои идеи? В основном, если говорить о наших проектах ульяновских, они возникают как личные проекты. В основном, по большей части. У человека возникает идея, сценарий, история. Этот сценарий пишется. И человек начинает обсуждать с определенной тусовкой. У нас есть ульяновские люди, которые занимаются кино, которые знают друг друга. Есть несколько киночатов, в которые, на самом деле, достаточно легко попасть и со всеми этими людьми перезнакомиться. Наверное, вот самый первый этап, где-то года 3-4 назад, вот у нас в Ульяновске начинался с того, что именно формировалось вот это вот киносообщество. И при этом огромную роль сыграли люди, профессионалы, которые занимаются культурой. Несколько обучающих проектов. К нам, например, приезжал Алексей Барыкин. Это из Казани режиссер, который учил, как снимается фильм ужасов. И пригласил ребят, которым это было интересно. И ребят абсолютно бесплатно у него учились этому. Потом запускалось несколько проектов, в которых обучал съемкам Сергей Бурцев, наш ульяновский профессионал, который занимается этим. Запускались проекты, в которых Кирилл Емельянов, известный актер, приезжал. Потом те актеры, которые приезжали на съемки, «Морских дьяволов», «Одна ложь на двоих», «Выстрел в спину», «Реставратор». Было достаточно много хороших сериалов. И каждый сериал привозил интересных актеров на эти съемки, режиссеров, операторов. Благодаря кинокониссии, все проекты, которые заходят к нам в город на съемку, сериалов, фильмов, Участники этих проектов работают с ульяновским киносообществом. То есть они встречаются, они обучают своей профессии, как это делается, как снимается кино. Можно работать с администратором на съемочной площадке. То есть погрузиться в атмосферу съемок, еще и деньги за работу получать. Понятно, что работа сложная. То есть когда ты работаешь на съемки сериала, это каждодневная многочасовая работа. Но это такой уровень обучения, не теоретический, а именно вот практический, когда есть возможность на съемочной площадке увидеть, как работает режиссер, оператор, актеры, гримеры, костюмеры. И даже побыть помощником в любой из этих профессий и начинать развиваться в этой сфере. Это действительно очень важно, посмотреть, как снимается большое кино. И вот поработав на съемочной площадке, вот, кстати, многие наши ребята, которые интересовались кино, и вот небольшие короткометражки снимали, когда они попали на проекты, на крупные съемочные, они научились более профессионально строить съемки. Поначалу было как? Вот есть человек с камерой, он придумывает сценарий, он же подбирает актеров из своих друзей, которых он знает. Этот же человек монтирует, занимается звуком, и вот в итоге, получается, силами одного человека создается личный проект, но в меру возможностей и таланта этого человека. А вот сейчас, когда в город стали заходить настоящие кинопроекты, и вот тем, кому интересно кино, идут в эти кинопроекты, там, помощником художника-постановщика, администратором, помощником костюмера, ребята все это видят изнутри, что происходит на съемочной площадке, и у нас сейчас пошла очень важная вещь, а мне кажется, она действительно профессиональная, когда на съемках происходит разделение обязанностей. То есть вот на современных наших съемочных проектах всегда есть свой художник-постановщик, есть гаффер, занимающийся светом со своим оборудованием, есть несколько операторов, которые снимают, профессиональные актеры, которые отучились на этой специальности, есть ребята с постановки и продюсирования, которые учатся сейчас вот у нас в ПЕДе на этой специальности, занимаются продвижением проекта, занимаются написанием сценария к этому проекту, и в итоге проекты действительно становятся более профессиональными по итогам такой работы. Откуда берутся деньги на такие проекты? Все равно, как правило, есть человек-режиссер, который затевает этот проект, и либо он готов вкладывать свои деньги, и на самом деле это небольшие деньги для того, чтобы снять современный короткометражный фильм, какой-то дикой, баснословной суммы не нужно. Нужна техника, на которую снимать, но в принципе сейчас даже на GoPro, на телефон вполне можно снять. А второй источник это Free Donation, запускается реклама проекта, собирается средство. Но вот это более сложный путь для Ульяновска, потому что вот настолько горячих в кино людей, которые вот были бы готовы вкладывать деньги, не так много. Я думаю, это, наверное, только следующий этап, только в будущем будет в большей степени работать этот путь. И третий путь это Гранте. Ну вот мы сами, например, с ребятами писали грант, давали в РГНФ на два года, выиграли грант. Он у нас назывался «Молодежные кинопроекты как средство эстетического воспитания в условиях провинциального города». То есть вот мы сначала изучили, как запускать проекты, собственно, формировали сообщество и стали эти деньги, вот которые выиграли грант, стали вкладывать в конкретные съемки. Мы вот как раз вложили сейчас вот в сериал, который у нас снимается. На эти деньги пошили у Оксаны Левченко невероятные просто такие космические, киберпанковские, такие стимпанковские костюмы. И, собственно, грим продумали очень интересно и закупили все вот эти вот, благодаря которым грим создается. Я так думаю, обладая совершенно минимальной суммой и собрав людей, которые разделят идею режиссера, которым будет интересна эта идея, вполне реально в Ульяновске снять хороший, интересный фильм. И сейчас очень много, кстати, фестивалей, на которые можно продвигать эти фильмы. И причем, если кто-то боится прям вот выходить на высокий уровень, там, профессиональные фестивали, на которые, понятно, очень жесткий отбор. Сейчас очень много интернет-фестивалей. Ну, например, вот в Туле запустили фестиваль, который называется «Шорты». Слово «короткий», да, я думаю, обыграли. Там помимо профессионального жюри, который выбирает победителей, есть голосование любых людей, которые заходят на сайт, смотрят короткометражки и ставят лайки за понравившуюся работу. Мы вот, например, с ребятами два раза, вот с Леоней Максимцом два раза выигрывали с нашими короткометражками, занимали первые места в очень многих номинациях именно в этом фестивале. И сразу скажу, что никакой протекции, ничего не было, просто мы залили свои работы в интернет и с восторгом, восхищением видели, как ребята оставляют незнакомые для нас, оставляют комментарии, ставят лайки, активно обсуждают, кто-то хвалит, кто-то ругает, кто-то дает какие-то советы. И это очень важная обратная связь тоже. Кто говорит про фильм, как его воспринимают. И гораздо лучше потом понимаешь, как продвигать следующую работу. И вот еще тут, кстати, тоже интересный вопрос. Очень часто я вижу, как ребята, которые обучаются на профессиональных специальностях, связанных с кино, те же там постановщики, актеры, разговаривать с ребятами, которые просто подтянулись в проект и просто хотят снимать кино, о том, нужен ли профессионализм в том, чтобы снимать фильм. Как мне кажется, тут действуют две очень важных составляющих. С одной стороны, талант. Если человек талантлив, он все равно будет снимать и будет снимать очень круто и продвинется в этой сфере и заявит о себе. Но если у талантливого человека есть еще и профессиональное образование в этой сфере, это очень многое дает в том, чтобы сэкономить усилия и не метаться, вот пытаясь то за одно схватиться, то за другое и непонятно вообще как. Можно через опыт к этому прийти, то есть снять один, второй, третий, десятый проект и в итоге понять, как это делается. А можно прийти через профессиональное образование. Я вот сама, когда только увлекла съемками кинематографом, мне было интересно писать сценарии. И поначалу, да, я их писала, мне нравились эти истории. Но потом, вот когда я училась в школе на курсах сценаристов, у нас преподаватели в ГИК вели эту школу, я совершенно по-другому поняла, как пишется сценарий. И когда за неделю нужно было написать три сценария, отшлифовать и представить на суд других участников этой школы, и мне говорили, а вот тут вот так вот, а вот это непонятно, а вот это вот нужно развить. И когда педагог еще говорил там акцент, первое поворотное событие, где у тебя, второе поворотное, финальный перевертыш, почему ты именно этим завершаешь. Вот профессиональная работа позволяет экономить усилия и саму работу выполнять более четко и лучше взаимодействовать со зрителем потом. Поэтому, мне кажется, профессиональное образование тоже важно. То есть и талант, и опыт, и профессиональное образование. И вот, как мне кажется, у нас в Ульяновске сейчас потихонечку складывается вот именно при этих составляющих. Собственно, те люди, которые задумываются о стратегиях развития кинематографа в нашем городе. У нас есть Ульяновск кинофонд, который устраивает обучение и платное, и бесплатное, и множество мероприятий, опять же, для горожан, кому это интересно. У нас есть в Улгу специальность актерское искусство. В ПЕД-университете вот у нас сейчас мы аккредитовали, открыли специальность постановка и продюсирование для тех, кто хочет быть режиссером, кто хочет быть сценаристом, звукорежиссером, кто хочет заниматься профессиональной съемкой и продвижением своего фильма. То есть у нас есть блок профессиональной подготовки. С другой стороны, у нас есть люди, которым это интересно и которые раньше искали друг друга просто там в соцсетях, через друзей, знакомых и говорили, а давайте снимем кино. А о чем мы говорим? А пока непонятно, о чем. Ну давайте снимем. То есть есть люди, которые хотят снимать кино, у которых есть внутренняя потребность, есть личный интерес к съемкам. и у нас сейчас все больше появляется интересного материала, потому что те люди, которые собираются вот вокруг тех, кто снимает, они тоже уже начинают более внимательно рассматривать реальность, что с ними происходит. То есть в том же чате, например, человек приходит и говорит, слушайте, со мной сегодня такая прикольная история произошла, давайте об этом фильм снимем. Или там кто-то пишет, ой, а вот с моим другом такая интересная вещь была, вот они пошли в заброшку, и там вдруг там телефон стал снимать кадры, хотя его никто не включал. То есть вот действительно происходит очень важная вещь, формируется киносообщество людей, которые друг друга знают. И из этих людей кто-то готов светом заниматься, кто-то костюмами, у кого-то есть хорошая камера. И вот в итоге, мне кажется, сейчас очень много возможностей вообще ульяновцев для того, чтобы снимать фильмы и продвигать свои фильмы уже достаточно профессиональные, хорошие на фестивале. Есть возможность заявить об ульяновском кино. Я думаю, у нас очень хорошие перспективы в городе. Алиса, а съемки фильмов в нашем городе кому-то дали путевку в жизнь? Кто-то уехал, например, в Москву вместе со съемочной бригадой? Ну, вот тот же Артем Колпаков, например, Анна Андреенов, они вместе со съемочной командой «Диких предков» уезжали в Москву, продолжали дальнейшую работу над этим проектом. Ну, вот, что, кстати, для меня приятно, обучившись дальше и поняв, как это все работает, ребята потом вернулись в Ульяновск и сейчас в Ульяновске пытаются уже вот то, чему они научились, вот, продолжать поднимать в городе и вот реализовывать это. Есть ребята компьютерщики, например, хорошие, которые уехали в столицу, в Москву, в Петербург и продолжают там заниматься, собственно, своей работой, то, что им интересно. Есть тот же, например, Артем Катюханов, который настолько горел актерским искусством, что сейчас поступил на эту специальность в Питере и уже профессионально этому учится. А начиналось с того, что он учился в политехе, ему было просто интересно играть в театре у Паши Солдатова, ему это нравилось, а сейчас это становится его профессией, то есть сейчас он в Питере этому учится. Мне кажется, если человек хочет заниматься кино, то он найдет возможности дальше участвовать в таких проектах уже в профессиональных. Ну и потом же кино в Ульяновск тоже приходит, то есть у нас профессиональные сериалы снимаются, и сейчас уже не надо ехать в Москву и в Питер, там Казань, достаточно в нашем городе участвовать в тех проектах, которые снимаются у нас. Напоминаем, что мы беседовали с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры философии и культурологии Ульяновского Государственного Педагогического Университета Мариной Моисеевой, известной также под творческим псевдонимом Алиса Лист. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания.